Мы пригласили в студию вице-мэра Бетину Бешкину на ведомство, которое сейчас свалился огромный объем работы. Ведь к комитному кризису прибавился еще и энергетический и кризис с беженцами. Но сегодняшнее награждение в Столичной Ратуши подчеркнуло, что работа социальных служб, во-первых, замечена. А во-вторых, помощь горожанам продолжается в полном объеме. Добрый вечер. Добрый вечер. Бетина, как вы и ваши коллеги справляетесь с этим невероятным объемом? Мы помогаем людям, которым нужна помощь. И в Таллине немало таких жителей. А сейчас еще добавились люди, которые спасаются от войны на Украине. Поэтому сейчас мы снова набираем новых сотрудников, которые будут заниматься социальной работой. Что касается ситуации с беженцами, НИНЭ-2, этот адрес очень многолюдный в последние недели. Но начиная с завтрашнего дня этот центр будет уже работать не круглосуточно. Мы можем говорить о том, что поток беженцев, которых мы принимаем, постепенно уходит, сходит на нет. Поток беженцев, который приходит в Таллинн, уменьшается, потому что государство открыло центр приема беженцев в Пярну. Поэтому сейчас у нас поток этот уменьшился в два с лишним раза. Мы принимали около 700-800 человек за сутки. То сейчас в суток это 200-300 человек. Это то количество людей, которых мы можем обслужить в рабочие часы, в дневные часы. Нам нет сейчас необходимости покрывать ночные часы. До этого получается, что мы работали в три смены. Мы будем по-прежнему консультировать людей на месте. Есть представители Департамента социальных дел здравоохранения Таллина. Есть представители Каса страхования безработицы. Есть представители от ЗАГСа, от Таллиннского департамента образования. И все эти услуги будут доступны в рабочее время. Самое главное, что Таллинн активно помогает беженцам. Но это вовсе не значит, что наши жители будут забыты, потому что никоим образом поток, скажем так, какой-то финансовой помощи для горожан не снижается. Мы говорим сейчас о том, что люди, которые здесь получают статус временной защиты, они имеют право на те же пособия и услуги, что и местные люди, жители города, поэтому здесь отдельно каких-то новых пособий для них не предвидится. Абсолютно такая же ситуация с местами, например, в детский сад. Отдельных очередей для детей и беженцев не будет. В Таллинне есть тысячи мест в детских садах, сейчас на данный момент свободных, поэтому здесь волноваться не стоит. Но самое главное, что как сейчас с помощью одежды, какие-то товары первой необходимости, нужно ли по-прежнему это приносить в управы частей города? Сейчас мы получили огромное количество вещей от добрых людей, жителей Таллина. Многие вещи действительно очень хорошего качества, вещи, которые обычно продаются на вторичном рынке. Эти вещи пожертвованы. И сейчас мы не ждем одежду, не ждем обувь, не ждем мебель, не ждем детских принадлежностей. Все, что мы ждем, это гигиенические принадлежности. Новое запакованное белье и носки, это можно приносить в районные управы. Одежду сейчас не нужно приносить, ее много. Сейчас она проходит сортировку, и ее можно будет получить беженцам в магазине Ускасу Тускескус. Это центр повторного использования Пуна на 50. Там при помощи зеленой карты можно взять за два месяца, два раза, в два захода можно взять необходимые вещи, по три вещи из каждой категории бесплатно. Надо отдать должное работникам этого магазина. Они организовали все очень достойно. Вещи висят на вешалках, они рассортированы, они приведены в приличный вид, и это очень достойная помощь. Спасибо вам большое. К сожалению, в соцсетях распространяется информация, что у города на всех не хватит средств. Будут урезаны льготы и пособия. Тем более, что, честно говоря, правительство со своей поддержкой нередко запаздывает. И Таллинн действительно работает больше, чем напряженно. Надеемся, что наш разговор с вице-маром Бетиной Бешкиной вас убедил, что социальные льготы таллинцам никак не будут задеты. Но при этом город продолжит свою благородную миссию по помощи тем, кому сейчас нелегко.